14 часов 7 минут. Добрый день еще раз у микрофона Ксения Ларина. У нас сегодня необычный формат программы «Персональный ваш». У нас с вами сегодня в гостях Сергей Александрович Бунтман, а я остаюсь ведущей на этот час. Ты немножко отстала, потому что у нас такой формат существует. Обычный Ира Воробьев мне помогает и задает вопросы ваши. Сегодня я буду помогать и смотреть в эти честные глаза напротив. Ты будешь смотреть в СМС-ки и в вопросы. Дорогие друзья, сразу напомню. СМС плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Напомню, что в этой передаче мы обсуждаем главные события недели, прошедшие политические прежде всего. Я думаю, что будет правильно начать с вещей, которые касаются напрямую, в том числе и журналистов. Поскольку, напомню, что наш главный редактор Алексей Венедиктов публично выразил поддержку редакции коллективу «Новой газеты», которая вот сейчас подвергается на самом деле просто какой-то покающей психологической атаке со стороны различных представителей Чечни разных уровней. Давай мы про это немножко поговорим. Да, давай, конечно. Потому что здесь есть уже развитие. Потому что в ответ на заявление Алексея Венедиктова о поддержке редакции «Новой газеты» и солидарности с ней, было уже заявление о муфте Чечни, и, ну, в изящных выражениях, как всегда, это... Причем меня поражает, как насколько здесь советское переплетается с богословским, якобы богословским таким, и якобы советское. Что опять либеральное там, да-да-да-да-да. Просто Алексей Венедиктов вчера, выражая свою солидарность с редакцией «Новой газеты», с нашими коллегами и друзьями, говорил о том, почему бездействует и Росгвардия, бездействует и Министерство внутренних дел, и Следственный комитет. Бездействует именно по факту угроз, которые недвусмысленно выражались со стороны чеченских руководителей и духовных, и светских. Я не знаю, где там проходит грань между духовными и светскими руководителями. И говорил, вот это доморощенный ЕГИЛ. Говорил, и здесь как можно сравнивать с ЕГИЛом, там, страну, которая победила терроризм. Ну, мы знаем, победа над терроризмом, конечно, это победа, это возведение террора в государственную, просто перехват террора по отношению и к собственному населению, да и ко всей России. И здесь уже и назывался собственный Венедиктов, и на него и на нас, и на эхо Москвы призывались уже все громы и молнии со стороны высших сил. Но высшие силы, обычно, когда призывают гром и молниям со стороны высших сил, а также советуют трактовать возмездие, как возмездие юридическое, чисто светское и цивилизованное, в это все не верится абсолютно. И это то, что называется отмазкой. Потому что мы знаем, какие были угрозы по отношению к Борису Немцову, какие угрозы были и в адрес и Анны Политковской, и Натальи Эстемировой, о чем и пишет, кстати говоря, в своем заявлении «Новая газета». И здесь все это абсолютно недвусмысленно. И понимать как-то двояко нельзя. И это действительно угроза. Это представляет собой вот такое поведение и такая реакция на расследование «Новой газеты». Она представляет собой угрозу не только тем, кто проводил это расследование, и тем, кто с ним солидаризируется. А это представляет угрозу для России. Почему очень давно представляет угрозу на России? Угрозу для конституционного строя России? Угрозу для российской конституции и безопасности граждан? Мы это видели очень-очень много раз. На твой взгляд, Сереж, почему такая сдержанная реакция всегда на эти угрозы со стороны руководства страны? Они что, боятся, что ли? Кремль боится Кадырова? Можно я так впрямую скажу? Знаешь, я не знаю, что думает Кремль. И у меня нет таких источников, которые есть у того же самого Алеша Венедиктора. Ну, реакцию-то мы видим публичную. Она очень сдержанная. Публичная реакция всегда сдержанная. Никто не осуждает. Сдержанная и достаточно, ну, не то что благостная. А мы здесь внешне как-то ничего практически не скажем. А внутренне, там будем как пытаться каким-то образом руководить. И если нужно урезонивать, если состоится перехват насилия, вот в ту сторону. А он уже давно состоялся, этот перехват насилия. И то, что насилие принадлежит государству и центру, это уже не факт. И не только всевозможные группки, группировки, какие-нибудь патриотические организации, боевые патриотические организации перехватывают насилие. Но насилие перехватывает целый субъект федерации. И в федеральном, причем, масштабе. Причем, там интересно, здесь был задет еще Гайнудин, был завет, председатель духовного управления, мусульман России. Но там еще достаточно старая история с противоречией Гайнудина и Салаха Меджиева, муфтия Чечни. Они поссорились по богословским проблемам. Но это богословские проблемы только на первый взгляд. Потому что я не буду сейчас ни разбираться, ни пытаться показать слушателям, что вроде бы я в этом такой невероятный знаток. Но у них произошел вывод, который может сделать светский человек из этого. Что здесь в духовном отношении только одно из направлений ислама, которому следует Северный Кавказ в основном, и Чечня. Здесь все меня поправят, кто хочет, от Максима Шевченко до других специалистов по исламу. Но здесь выделяется и противопоставляется себя остальному исламскому населению России. И это уже, это следующий ход. Возвращаясь к политическому противостоянию, у меня хотел как раз именно тебе задать этот вопрос. Как ты думаешь, или может быть ты объяснишь, вот эта традиция публичных извинений перед руководством республики, она откуда тянется? Потому что у меня как раз, когда без конца у нас эти публичные извинения, и сегодня опять требуют представители Чечни публичных извинений, это тянется со сталинских времен, это оттуда, когда публично каялись предатели партии во время вот этих вот показательных процессов? Я тебе говорю, это смесь советского с архаическим. Это смесь советского с архаическим, повторю я. Потому что советское само по себе очень архаично. Советское очень соблюдало серьезно и неуклонно, соблюдало какие-то видимости такого. Вот народного гнева, народовластия, письма рабочих, пусть он у нас покается. И эту архаику, например, тот же Китай вот тогда вот взял и применил к своим собственным историческим традициям. Вот эти публичные покаяния, которые и в Европе, и в Азии существуют. Но они требуют очень конкретного. Мы не будем ничего от вас ждать, тогда не будем, подтекст, не будем науськивать всех, кого только можно, на вас, на новую газету, если вы. И дальше идет список, который уже достаточно всем известен. Если вы признаете клеветой свое расследование. На коленях будете просить прощения. Ну, а это все, это художество. А самое главное, вы откажетесь от всех слов. Причем, опять же, я повторю тот вопрос, которым задаются почти все комментаторы. Это вопрос, что больше возмущает руководство Чечни? То, что у них преследование гомосексуалистов обнаружили? Или само наличие гомосексуалистов. Что они там и есть. А так как они... Эта вещь, которая и сексуальная ориентация, ей невозможно руководить ни с помощью законов государственных, светских, ни с помощью каких-то религиозных установлений. Это вещь, которая возникает сама по себе. Та или иная ориентация. Это свойство человеческого организма. Что ты им объясняешь? Я не объясняю. Я говорю, что это невозможно. И когда они объявляют, что у них нет... Если правозащитники у них считают, что даже если такое и появится, то сами родственники с ними разберутся. А мы даже вмешиваться не будем. Наверное, и так и происходило. Новая газета зарекомендовала себя тем. Это просто легко так сказать. Новая газета, нам то-то, 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 то-то. Ну и там еще шавки всевозможные, подзаборные, которые подпевают руководство Чечни в своих социальных сетях. Те, которые считаются там средствами массовой информации. Они подвизгивают, подтявкивают. И, ну, в общем, в данном случае я не хочу обижать собачек. Очень не хочу. Ну так вот, ну так вот, в чем дело? Новая газета необычайно основательна в своих расследованиях. Она даже, я скажу такую ересь для поклонников Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Я скажу, что они очень часто бывают основательнее в расследованиях на ту же самую коррупционную тему. У них гораздо больше фактов бывает, проверенных. Иногда в том, что делает расследование Навального, можно увидеть там фактические неточности. А это не важно. А как было сделано там дарение какое-нибудь или что-нибудь еще. А какой собственности находится тот или иной участок. Новая газета скрупулезна, занудна и очень обоснована. И представляете себе, в какое пекло Дима Муратов и его журналисты. Это что, просто так в такое пекло шагнуть, как Чеченская республика? Это же не первый у них конфликт с Чеченской республикой. Не первый. Сколько мы знаем, ты вспоминал там Анну Политковскую, там вот автор этого расследования, Лена Милашина, она давно у них уже на крючке, что называется, на заметке, около нее стоит галочка, что это опасность. Внимание, опасность для чеченского народа. Можно я процитирую все-таки не муфтия и не духовное лицо, а министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации? Разницу видишь? Все-таки это член правительства, ты меня извини. Это все-таки светское лицо. Давай так. Значит, он там говорит, что они негодяи. Он пишет в Инстаграме сегодня. Какой реакции вы ждали? Обращение к Муратову. Какой реакции вы ждали от воинственных мужчин-горцев, для которых упоминание в их присутствии о смертном грехе Содома уже есть оскорбление слуха? Вы скажете, что не знали этого? Не верю, Дмитрий Андреевич. А дальше обвинение. Это гнусная провокация, которую ваши наимиты организовали против нашего народа, с большой буквой Н, в преддверии главных выборов страны. Пока Чечнёй руководит Рамзан Кадыров, верный и харизматичный соратник В.В. Путина, вы не успокоитесь. То есть и здесь уже дело шьет совсем другое, как ты понимаешь. Это опять то же самое. Это опять то же самое. Как накануне праздника Великого Октября вас оскорбляете Иисуса Христа? Знаешь, вот это вот такое сращение, как в мозгах есть у коммунистов, как в мозгах есть у Единой России. Но это всё в таких, я бы сказал, терапевтических проявлениях. А здесь всё просто хирургическое проявление. Это буйное проявление. Реальная угроза есть в жизни сотрудникам редакции, на твой взгляд? Я считаю, что есть реальная угроза, причём реальная угроза всем. И не только сотрудникам редакции. Конечно, она есть. Естественно. И потом всегда можно, хотя в этом религиозном контексте слово «откреститься», оно как-то не действует. Ну, я не знаю, как сказать, чтобы не оскорблять верующих. Но, во всяком случае, сказать, что, а вот эти люди, это просто люди, которые сами, вы понимаете, они сами так поняли. Как можно сказать гордому горцу там и так далее? Понимаешь, вот что это значит. Это не просто красивость. Гордый горец. Они тут сказали. И расчёт такой. Гордый горец побежит. Гордый горец один, два, три что-нибудь сделает. А потом мы как-то это вот сведём к одному конкретному гордому горцу. И там, да, кстати, есть вот та самая угроза, которая опровергает угрозу. Это не первый случай, когда я наблюдаю вот такой вот уже умелый оборот представителей Чеченской Республики. В-третьих, прекратите, наконец, пишет Умаров, истерию по поводу несуществующих угроз, чтобы, не дай бог, этим не воспользовались те, кому ваша газета надоела несоизмеримо больше, чем нам. Ведь правда это называется? Ведь правда вам надоела эта газета? Прямой призыв, по сути. Ребята, вам ведь надоела эта газета? Да, это призыв. Конечно. И не понимать это очень сложно. И здесь, конечно, поджавший хвост правоохранительные органы, те, которые должны защищать Конституцию, нравится им новая газета, не нравится, которые обязаны защищать безопасность людей и реагировать на каждую угрозу. Ну, ты же понимаешь, здесь-то политическая воля только одного человека важна, а не его подчиненных. Правда же? Ну, это мы сейчас, это гораздо более общие вопросы. Он важный, он важный. Не знаю, я не хочу вот в пути налоги вдаваться, и вот это каждый сейчас делает, тот, кто знает, и кто-то не очень знает. Есть примеры, когда без ведома Владимира Путина или без его директивы кто-то посмел бы ответить что-нибудь Рамзану Кадырову? Есть такие примеры, есть такие примеры, но не ответить. Но если думать, что без воли президента Российской Федерации в Российской Федерации, там ничто, солнце не всходит, не заходит. Ну, не до такой степени. Это не... Нет, подожди. Вот вы относили именно этого, этой республики. Мне кажется, что эта республика давным-давно провоцирует и берет на слабо того же самого президента, который оказывает. И он заложник. Он не хороший, не плохой. Заложники бывают разные. Но он заложник этой ситуации. И что делать? Он сказал, ничего не делать, а что делать? Давно уже получилось так, что ни Конституция, ни законы не действуют в своей полной мере, а как-то криво-косо. Как расследуется убийство Немцова? А тут начинается у пожарных дел полно карт-шашки. Здесь мы, извините меня, мы арестовываем там того, Мальцева, Шмальцева. Мы вяжем тех, кто там кирпичами вроде бы бросался в полицейских и в росгвардейцев. Мы ищем это, мы это бурно делаем. Мы пригоняем 150 тысяч человек для того, чтобы окружить и напалмом выжечь дом Мальцева, взрезать там атомные бомбы и его дверь. А здесь мы ничего не делаем. Почему? Потому что такая уже много лет, 15 лет такая ситуация. Почему? Такая ситуация, что устроить... Вот цена мира это называется для них. Это самое главное. Цена мира. Ты этого ждала? Да, да, да. Вот ничего другого ты от меня не дождешься, потому что это так оно и есть. Ты же видишь, границы же дозволенного, они все отодвигаются и отодвигаются. Поэтому я говорю, что Путина того же самого берут на слабо. А вот это как? Мы делаем все, что хотим. И вот здесь потрясающие совершенно вещи. Когда... Вот я тут говорю, что с хиджабом я абсолютно согласен с Рамзаном Кадыровым. Я абсолютно раз в год согласен 5 марта и 23 февраля. Когда 23 февраля Рамзан Кадыров провозглашает, что Сталин убийца и мерзавец. Ну а как ему поступать еще, конечно. И вот здесь я могу подписаться. 5 марта тоже он вспоминает отца народов. Незлым пихим словом. Ну, ты понимаешь, тут тоже есть свои, как мне кажется, странности. Поскольку 23 февраля по-прежнему остается у нас таким главным праздником советского милитаризма. Но при этом в одной отдельно взятой республике это День памяти Искорб. А поэтому мы всегда... Как это можно совместить? А мы всегда... Как это можно совместить? Так, как совместили те, кто эту операцию производил. И известно, как ее производили. И наметили. Там все вокруг 23 февраля. По природным соображениям сделали высылку чеченцев и ингушей. Войнахов тогда. По природным соображениям. Вот пока не началось то, сё, пятое и десятое. Давайте... Вот генерал Серов, между прочим, писал. Такую вот докладную берию он писал. А когда собрали мужское население, собрали под праздник, давайте там отметим, те у нас войнахи, которые сражаются на фронте. И там их и повязали. Несколько вопросов и версий от наших слушателей. Давай их попробуем рассмотреть. Давай. Неожиданное. А может быть просто хотят убрать газету чужими руками, спрашивает тут? Нет. Это слишком такая ядерная война. Это немножко не то. Это немножко не то и не тот повод сейчас. Это повод очень конкретный. Второй вариант, вернее даже вопрос, а не вариант. А как вы предлагаете действовать, спрашивают Денису? К новой войне призывать? Ну, имеется в виду войне с Чечнёй. То есть альтернатива только такая, да? Либо такой мир, который вот хуже, лучше доброй ссоры, да? Либо война. Третьего не дано. Ситуация дошла до такого, что именно эта альтернатива представляется наиболее реальной и на этом играют. И понимаете, что Чеченская Республика и её руководство манипулируют Россией, российским правительством, российским руководством. Сергей, народ не дурак, пишет нам Казань. Только слепой не видит, что Путин уже давно боится Кадырова и только на публику делает вид, что у него, дескать, всё под контролем. А выводы? Да, видят. Да, конечно, это многие видят. Я думаю, что и видят очень многие российские мусульмане это видят. И сейчас вот такой отчерк напряжения невероятного, когда везде напряжение растёт. Везде на свете напряжение растёт. И как всегда, мы столкнулись с двумя видами проблем. Это проблемы, которые существуют для всего человечества сейчас. И проблемы, которые, собственно, наши. Потому что нерешённая проблема была и кавказского сепаратизма, кавказского терроризма. Не была решённая проблема. А одновременно сейчас и исламское государство, и терроризм мировой. И вот в этой проблеме мы сейчас абсолютно со спутанными ногами, руками и завязанной головой. Ну и другой вопрос, с другой стороны. Все знают, что в исламе страшный грех гомосексуализма, он запрещён под страхом смерти. Зачем новая газета специально провоцирует чеченский народ? Значит так, что бы, где бы ни было запрещено, когда есть сведения, достаточно доказуемые и проверяемые, о том, что именно по этому признаку преследуют и убивают людей, где бы то ни было, об этом надо кричать. Это наши граждане. И это мужество той же самой новой газеты. Разрешено священникам, соблюдающим целебата, обет католическим, священникам и иерархам, развращать мальчиков по всему миру. Это строжайше, это действительно, это смертельно, это наносит и душе, и телу, и вере, и чему угодно. Сколько этим не занимались. И вот именно под этим придут, ну зачем, это так, тра-ля-ля, пу-пу-пу. А сейчас Папа Франциска выдает одного за другим, епископов выдает светским властям. Это надо делать. И когда журналисты, которые разбирали в Соединенных Штатах, кстати, гениальный фильм на эту тему есть, разбирали вот это насилие и развращение, растление детей в католических приходах и католических епархиях Америки. И я вам скажу, что новая газета вот в той классике действует. Просто как по минному полю в своих расследованиях они идут, но потому что не делать это расследование они не имеют никакого профессионального права. Считают они и молодцы. Это Сергей Бунтман, у микрофона ведущего Ксения Ларина. Мы продолжим разговор на другие темы уже после выпуска новостей. Лишь напомню еще раз номер СМС для ваших предложений, обсуждений и вопросов. Плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Возвращаемся в программу «Персональный ваш». Здесь ведущая Ксения Ларина. И на ваши и на мои вопросы сегодня отвечает персональный ваш Сергей Александрович Бунтман. Переходим мы к внутренней политике. Тем более новости нам это и предложили, только что прозвучавшие по поводу заявления Михаила Ходорковского. Но то, что он собирался складывать в себя полномочия лидера движения «Открытая Россия», он об этом говорил раньше. Это как бы не является новостью. Он просто остается, что он будет заниматься конкретными делами. Но тут что важно в этой новости, то что он публично заявил о том, что будет поддерживать выдвижение в президенты России Алексея Навального и выдвижение кандидатуру в мэра Москвы Дмитрия Гудкова. Но самое главное еще то, что Михаил Борисович будет заниматься тем, что у него получается лучше всего. Идеологией, просвещением, информированием, информацией, развитием информации. Потому что, на мой взгляд, движение как такового у него получилось. Как политического движения. Да, да, да. Получился большой информационный, информационно-аналитический ресурс получился. Один из. С необычайными трудностями тоже. Но вот это перенаправить свою работу, наверное, это разумно. Просто мне мотивы доподлинно, конечно, неизвестны. И мало кому из нас известно. Может быть, Михаил Борисович сам объяснит, и нам объяснит. И мы позвоним, а он объяснит нам, что он имеет в виду. Но то, что он конкретных людей, конечно, называет в качестве кандидатов, это важно. Дело в том, что сейчас и получилось так, что, в общем-то, лидеры по этим двум направлениям. По президентским выборам и по выборам мэра, лидеры здесь наметились. Лидеры от оппозиции, это я имею в виду. Да, конечно. Да, лидеры наметились. Потому что, конечно, существуют и традиционные движения, существует и партия Яблоко. Никто это не отрицает, что Яблоко существует. Ну, как бы здесь вот в этой новости Яблоко не... А, нет, Дмитрий Гудков, он все-таки Яблоко представляет. Представляет, он афилирован, если можно так сказать. Он афилирован. Но в этом случае, мне кажется, что наиболее сильные и наиболее современные кандидаты. Потому что я должен сказать, что Григорий Алексеевич Явленский, как теоретик и как аналитик, он сейчас может быть даже еще лучше, чем раньше. Потому что то, что он написал и в книжке своей, к величайшему сожалению, не так много читали, это он диагност. А как действующий политик? Как действующий политик, вот я уже не знаю. Вот я уже не знаю. А как диагност он необычайно хороший. И вот попав вот этот узелок, попав вот в эту очень точную вещь, периферийность российской политики во всех ее проявлениях и во всех ее метаниях, это было очень ценно, то, что он сделал. И мне кажется, это нужно просто читать как очень важную работу, а не заниматься бесконечными, кто главнее. Но, тем не менее, он же настаивает на своем участии в президентских выборах, во всяком случае, он пока от этого не отказывался. Но пока он от этого не отказывался. И, может быть, даже и не откажется. И ты веришь в победу какого-нибудь другого кандидата, хоть какого-нибудь кандидата в 2018 году? В нынешней ситуации, конечно, нет. То, что здесь немножко, конечно, противоречия есть в том, что пишет Михаил Борисович. С одной стороны, он говорит, что нет никакой возможности вот сейчас, если лучше ему просто уйти, сказать, вот взять вещи, чемодан, выйти из Кремля и сказать, ребят, все, не будем больше править. Этого не будет. Ничего такого не будет. Будет, может быть, совсем третье или совсем четвертое в нашей истории. Но вот не будет двух вещей. Самостоятельного отказа от власти. И не будет выбора в 2018 году другого президента. Не будет. Может быть, все, что угодно. Тогда в чем смысл выдвижения Алексея и Дмитрия, скажи мне? Мне кажется, что даже то, что Алексей Навальный сейчас проводит такую вот кампанию президентскую, это очень важно. Что она дает? Она дает, во-первых, тренировку, во-вторых, известность. И мне кажется, что Алексей Навальный, как политик, собирается жить долго. Нет, во-первых, он молодой человек, действительно, и перспективы у него большие. В России, в жизни, вообще бывает всякое. Но то, что он собирает, он выстраивает свою стратегию, как политического деятеля. И правильно делает. И после всех этих вещей узнаваемость Алексея Навального перешла 50%. Известность о нем. Хотя он тот, кого нельзя называть, тот, кого нельзя называть. Этот, тот, он. Это факт случившийся, свершившийся, что, это мы про это говорили, да, что по всем опросам в течение марта, да, его рейтинг увеличился в два раза. И то, что он стал, безусловно, политиком федерального масштаба, это можно его уже признавать. Еще он абсолютно прав в том, что он не делает чужую работу. Он в чем-то выражается. Он не попризнает невозможности поражения, невозможности своего выдвижения. Он работает, он делает свое дело. А как бороться с ним, как снизить его известность, как дискредитировать его, как сделать невозможным его выдвижение? Этим пускай занимаются компетентные, в данном случае, органы и товарищи. Он не делает чужую работу. Сейчас мы вернемся к Алексею, но я все-таки хочу здесь пару вопросов задать по Ходорковскому, после того, как мы вот обсудили его заявление. Может быть, Ходорковский этим решением хочет оградить своих сотрудников от обысков и преследований, спрашивает Юля. Может быть. Отвести немножечко. Может быть, но все равно работу он будет, если он будет продолжать работу информационную, просветительскую и так далее, они все равно будут в опасности. И все равно это... Вы понимаете, что у нас... Мы дошли до такого варианта, правда, несколько более, неизмеримо более мягкого, чем Большой террор. Но характер вот этого мягкого действия, он тот же самый. Никто не может знать, за что и когда. От Улюкаева до Мальцева. Никто не может знать, по какому обвинению его посадят. С чем, с каким обыском к нему придут. Никто не может. Ни один человек. Вплоть до самого ближайшего окружения Путина. И как в 37-38 годах было, только один человек мог чувствовать себя в безопасности от репрессий. Так же и сейчас только один человек. И, в принципе, так же, как и тогда, эта абсолютная безопасность, которой пребывал Сталин, она трактовалась как необычайная опасность для его жизни и для нашего государства. И сейчас, в том же самом смягченном варианте, необычайная опасность для нашего строя, для порядка, для государства, для единства, выставляется как все большее и большее. Чем безопаснее себя чувствует лидер, тем подчеркивается опасность, грозящая ему и его делу. По поводу протестных движений. Как мне кажется, правильный разворот нам предлагают наши слушатели поговорить про дальнобойщиков. На ваш взгляд, являются ли они сегодня уже протестной силой и протестным движением? В какой-то степени, да, конечно, являются. И неумение... Вот это самое страшное было, знаешь, когда самое страшное для коммунистических властей, вообще, где бы то ни было, это было, когда рабочий класс, он объединится с прогрессивной интеллигенцией. Вот это то, что в революционной теории было всегда у большевиков, но сами они этого страшно боялись. И когда, с одной стороны, пошла солидарность, а с другой стороны, пошли ребята, все интеллектуалы, все михники и так далее... Это в Польше и случилось. Вот, в Польше это случилось. Самое страшное, мы тогда как раз и отмечали. Вот все по теории, по марксистской теории все получается. Здесь пока этого не произошло, но те действия, которые, например, тоже классика, как они поступают. Они делают, призывают штрихбрехеров, соглашателей, они с ними заключают договор. Даже тот из наших гостей изумительно совершенно сравнил с этой, с Финляндской республикой товарища Кусинена, которую мы поддерживали, а против остальной гигантской, вот этой, по сравнению с этой маленькой штучкой, гигантской Финляндии мы воевали. Так мы на стороне Финляндии воевали с какими-то неизвестно с кем. И здесь тоже классика, вызывается, покупается, вот эти официальные профсоюзы, которые у нас такие же, как в советское время, абсолютно, ничуть не лучше. — А на твой взгляд, они приняли вообще решение, как с ними быть, с этим движением процессным? — Умять. Умять. Вот потихонечку умять. И, как всегда, вот заклеивают пластырем разным. Когда простым, когда перцовым эту рану заклеивают, ну там как-нибудь там, ну, разойдется. — А почему никто из... — Как написать, снимаешь, а там ничего нет. — А почему никто из оппозиционеров, таких или сяких, никаким образом не использует вот эту ситуацию, каким-то образом, ну, там, не знаю, поддержать это, да? Это может быть действительно вот той самой смычкой, о которой так боится власть. — Я не знаю, по каким-то соображениям не хотят этого делать. Не хотят солидаризироваться. — Как-то так не то. Не на тех расчет. Потому что там есть очень много людей, которые до сих пор с георгиевскими ленточками, с Путин наш президент, там, с плохими министрами, с хорошим царем. Это все такое большое-большое 9 января пока. В них не стреляют, но вот такое 9 января, такое очень верноподническое движение. Но смотрите, что творится. — Оппозиционеры, наверное, не хотят вмешиваться, наверное, для того, чтобы... Ну, с кем они? Это же явные там сторонники Путина. Они вот не любят никаких там либерастов, там, шиферюги такие, дальнобойщики нормальные. Все. Нет, это пока непонятно. — Возможности мирного протеста каковы на сегодняшний день, спрашивают наши слушатели, учитывая массовое задержание и аресты после 26-го числа. Опять зачищают площадку, спрашивают они? — Пытаются сделать. Чем больше. Но действительно, 26-го марта они несколько обмешурились. Правда, обмешурились. — Власти? — Да. Обмешурились, потому что, во-первых, не ждали, а, во-вторых, не ждали вот такой замечательной тактики, которой совершенно другие группировки прибегали. Это появление неизвестно откуда. На всей протяженности этой большой магистрали. К этому не очень были готовы. Думали, что Навального арестуют, задержат. — Так они его задержали. — Вот, задержат, и все кончится. А еще не кончилось. И да, конечно, хотят вот теперь разбирать по конкретному случаю одному. Не приписывают этому массовых беспорядков, там, как на Болотный. А берут вот конкретные нападения, вот этот несчастный полицейский. — Ну так можно потом слепить из этого пирамидку-то? — Ну пока пускай лепят. Пускай лепят. Я не знаю, помогать этому я, например, не собираюсь никому помогать. В этой лепке и рисовании. Но спрашивают, какие возможности существуют для... — Да, для мирного протеста. — Для мирного протеста. Мне кажется, что существуют все возможности. Их просто надо использовать. Тот, кто считает это для себя необходимым делом, а не теоретизирует, кто выйдет когда-нибудь. Если у кого-то есть желание, вот выходите, он выходит. — Ну вот мы видим, уже призывы появились выйти у некоторых представителей оппозиции на годовщину Болотного выхода и выйти на Болотную 6 мая. Алексей Навальный, как ты знаешь, говорит о 12 июня сделать еще один такой массовый выход 12 числа. Михаил Ходорковский пока непонятно к чему призывает, но к чему-то призывает тоже. К какой-то акции гражданского неповиновения. — Такой как энегматический, такой загадочный, как черный квадрат такой. Все думают, что это... — Но он там конкретную дату называет. То есть оно явно куда-то нас тащит. А куда, я не могу понять. Вот как людям быть? Выходить, не выходить? — Людям быть так, как они считают нужным. Только как они сами считают нужным. А не как полагается. Вот это угадывание, как полагается... Вот тут было замечательное рассуждение Сергея Александровича Маркова о Майдане. — Ты твой любимый герой? — Нет, нет. Ну, зато, знаешь, у него, как у Долохова, там, я знаю, что у него то, хорошая, там, мать... — Нет, 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 он очень такой театральный человек. — Дело не в этом. Я еще раз утвердился в том, как получился Майдан тогда. Майдан получился тогда, когда не активные там сторонники европейской интеграции и Украины, и не когда молодежь туда пришла, студенты, а когда их очень сильно избили, причем закрывая все выходы. И тогда пришли отцы семейств, пришли очень суровые люди туда. Вот когда пришли суровые люди... А почему вы пришли, там, все наши ребята спрашивали, которые были корреспондентами на Майдане, спрашивали, а как не прийти? Вот когда возникнет вопрос, а как это не прийти? Вот тогда будет нужно. Если этого власть добивается, что уличные выступления, мирные протесты, будут чем-то из ряда вон выходящим, они считают это чем-то. И хотят, чтобы люди считали чем-то из ряда вон выходящим. И они добиваются того, что будут гораздо менее мирные протесты, будут уже казаться чем-то обычным. И что? Ну и что, может быть, все что угодно. Все что угодно. Пока все это в рамках уведомлений, разрешений, согласований, каких-то арестов. Вот уже тысяча человек, да? Тысяча человек. Они считают, что этим они всех запугают. Они не знают публику, которую они рисуют. На самом деле я согласна с тобой, потому что, конечно же, как ты говоришь, что они там обмешурились 26 числа, потому что они, конечно, не ожидали такого количества людей. Теперь они будут стараться не обмешуриться. Да, они не ожидали. Потому что вроде как всех запугали, все уже пуганные сидят, уже болотное дело прошло, уже любого пикетчика тащат за шкирку в Кутовскую, да? И вдруг столько людей. Значит, ну всегда это щит и меч, щит и меч, щит и меч. Всегда. Только если действительно хотят действенный протест, те, кто их организует и к ним призывают, то, конечно, они должны думать тоже. — Сережа, я не могу, конечно, тебя, как лингвиста и эстета... — О, про выступление? — Да, не могу не спросить тебя, какие ты испытывал чувства. Не оскорбило ли тебя чувства прекрасного? Не оскорбило ли это выступление господина Сафранкова? — О потрясающем интервью, которое давал Феликс Феликсович Юсупов французскому телевидению перед документальным фильмом. Его спрашивали, какие чувства вы испытываете, когда слышите сейчас фамилию Распутин? Сказал, омерзение. Сказал старый Юсупов, его крупным планом показали. Я испытываю омерзение, мне стыдно, омерзительно. И как-то, знаешь, когда в твоем присутствии... — Неудобно как-то. — Ну, это не то, что неудобно, это смешно, омерзительно. И, конечно, были у нас свои виртуозы художественного слова на трибуне ООН. Андрей Януаревич Вышинский, например, который тогда выступал против Черчилля. Ему так указали несколько. — А он как-то тоже в таком ключе выступал? — Да, да, да. Но только он своим этим адвокатским голосом точно так же. Эти мерзавцы, эти шпионы, вот как на процессах, когда он говорил. Он же адвокат, меньшевик, бывший и так далее. Все, именно из-за этого он был призван служить вот такой риторической завесой. А здесь конкретно выступил. Ну, и там, показал там, все показал, что нужно английскому представителю. Причем тот бедняк-то ведь не понял. И мало кто там понял. — Ну, вид был грозный. — Вид-то грозный был, конечно, да. Это понятно, что когда Уго Чавес выступал на испаноязычных странах, выступал там, и когда... Там-то все понимали все, что Уго Чавес говорит, и как он комментирует выступление каждого, каждого. Был такой Уго Чавес, царство ему, не знаю какое. И когда король Хуан Карлос сказал, ты заткнись, сказал ему. — Король? — Король Хуан Карлос, он не выдержал. Конечно, это нижайший уровень, это ниже Плинтуса. Не он основал эту риторику, это риторика, конечно, и Путина самого, и Рогозина Дмитрия Олеговича. Это вот та самая риторика. — Нашего телевизора. — Это риторика, это все оскотинивание речи. Самое настоящее. Меня тут спрашивали, я просмотрел вопросы, которые были в интернете, на сайте. Прошу, а есть ли дипломаты вообще, что, в каком у нас положении МИД? Есть ли дипломаты, которые не только свою какую-то быструю карьеру там делают или что-то еще, а действительно работают? Есть такие дипломаты? Я знаю таких дипломатов, лично знаю таких дипломатов. — И сейчас есть? — Сейчас есть. Правда, вот ровесники мои, они уже на тех постах, которые, там, кто послами, кто работает, а кто-то работает здесь вот просто в центре, в МИДе. — А может, этот человек не дипломат вовсе? — Да какой он дипломат? — Вот, вопрос. — Дело в том, что существует, всегда существовали дипломаты, и очень много замечательных дипломатов, карьерных дипломатов, в том смысле, что они профессионалы, которые начинали в горячейших точках, начинали там 128-ми секретарями, советниками начинали, проходили все, знатоки региона, с инициативой очень большой, и работали послами. А здесь получается, что такой персонаж был в одной французской пьесе, рупор господина дьявола. — Как тогда защищать дьявола? Он поставлен, защищать дьявола, в широком смысле этого слова. Ты прекрасно это понимаешь. Он должен защищать позицию, которую по определению нормальный человек защищать не может. — Есть усилитель господина дьявола, есть преобразователь господина дьявола, есть увлажнитель господина дьявола, а есть мутюгальник господина дьявола. Вот это мутюгальниками работает. Это простой вот такой жестяная хрень с ручкой, простите меня за мою лексику, которую я не в ООН, поэтому, может быть, вам, вы считаете, что это так не полагается. А ты бы нашел слова? Куда? Я бы, во-первых... Объясняя вот это чудо, все, что мы творим, объясняя вот это на заседании ООН. Какие бы слова ты нашел? Не забудь. Граждане сказал, господа. Александр Андреев, не забудь, пожалуйста, что я занимаюсь совершенно другим делом. Абсолютно другим. Есть проблема выбора, когда ты начинаешь чем-то заниматься. Лучше далеко к этому не подходить. Вообще. И те дипломаты, о которых я говорю, они где у нас? На экранах телевизоров? Они где у нас? Выступают, всеми конечностями стучат по трибунам? Нет. Они занимаются своей замечательной, важнейшей, просвещенной, умной работой. Иногда, вопреки всему. То есть, когда Сафранкова все эти испортят, испоганят, они за ними подчищают, что называется, потом. В том числе, это наверняка. Да нет, они просто параллель. Конечно, конечно. Существуют дипломаты, не какие-то там девушки или тетеньки, которые выходят и рассказывают нам, что в прозе, что в стихах, какие-нибудь замечательные памфлеты свои. Филиппики. А есть люди, которые занимаются делом. Вот. Ну что ж, мы на этой позитивной ноте завершим наш сегодняшний разговор. Это Сергей Бунтман, программа «Персонально ваш». Передача провела Ксения Ларина. Всем мира. А я не прощаюсь. Я еще приду. Передача провела Ксения Ларина.